Всем доброе утро. Так и прическа как лежит в тумане. Сейчас буду себе готовить завтрак. Вот из чего будет состоять мой завтрак. Это вот такой сыр творожный с лососем. Авокадо меди половина. И вот такая вот... Поняли, лечена. Кстати, йогурт мне не зашел, не вкусный. Не люблю я йогурт, а этот вообще соевый. Стоит. Смотрите, у меня сколько помидор. Вчера муж притащил много помидоров черри. И много-много авокадо, которое почти уже спелое. Представляете, надо вылупать. Поэтому у меня будет теперь на обед, на завтрак авокадо с помидорами черри. Сегодня сообщил мне, что пойдет обедать у сестры. А я что-нибудь приготовлю. У меня еще картошка есть, тебе строго на общем еду. Ух, только море. Море, море. А где у меня ножи? Намазать. Вот так прям намазываю. Рулетик будет у меня такой. Лавашек. Надо, кстати, не сейчас, а после работы заехать в Лидл, купить лавашек и хлеб для тостов закончится. И все. И будет нам счастье. Абокадо. А, абокадо. Где мусорка? А, мусорка. Там помидоры на нем стоят. Мусорки-то. Разделяю вот так. Он такой мягкий, хороший, как масло. И пока он у меня будет делаться, сейчас я покажу, что почему и как. Вот так это выглядит. И это вчера мыла, поэтому ничего страшного, что на ней. Сюда сверху сейчас шпинатик добавлю. И вот так заверну. И пойдет вот в эту штуку. И такой вот у меня завтрак. Смотрите у нас конденсат какой. Тут прям вода. Потому что днем очень жарко. Буквально 24. А ночью 11 градусов. В 10-11. Я вот всегда вот выхожу. Когда на работу я оставляю балкон открытый. Чтобы проветривалось. Важно, чтобы это все не накапалось. Но плесени у нас никакой нет. Этот вон не ванной нигде, нигде, нигде. Поэтому нормально. Иду завтракать и на работу бегом. Бежит, бежит. Я уже тут полчаса сижу, его жду. А он там где-то шляется, ходит. А я тут сел и сижу на море смотрю. И слушаю голубей, как они. А еще у меня в последней неделе, наверное, руки такие сухие. Прям ужас. Прям вот как наждачная бумага. На мое ощущение. Может быть оно это не так. Кремами мажусь вообще, я не знаю, каждые, наверное, полчаса. Вчера маску сделала. Все равно они такие сухие. Прям так противно, когда руки сухие. Вообще у меня кожа очень сухая. Но постоянно увлажняет. Ай, диплесель моя, жлядь, крипа. Вот я сижу, и он сейчас сядет. Вот видите, вот так вот мы и гуляем. Некоторые люди вот так вот сядут куда-нибудь, их собаки гуляют. Мой нет. Если он увидел меня, что я сижу, он вот тоже будет сидеть. Пипец. В общем, да, руки сухие. Прям как неприятно. А у нас же все синтетическое. Одежда, там все такое. Такое ощущение, что все прям как-то. Гуляем. Иди гуляй. Дурында. Ладно. Пойдем на работу. Море спокойно. Здесь просто, знаете, вообще на улице тепло. Но здесь вот такой всегда сквозняк идет. И очень холодно. Даже летом вот из местных жителей сюда приходят. Тут вот две лавочки такие стоят. Они садятся. И чтобы здесь вот прохладненько стало. Не стало всегда здесь прохладно из-за сквозняка. Фонтан включили. Десять часов его включают. Здесь уже тепло намного. И вот эти цветут апельсины. Боже, как они пахнут. Это просто офигеть можно. Когда цветут апельсины, это нереальный запах. Знаете, что-то напоминает жасмин. Такой жасмин вирковатый, скажем так. Вообще запах нереальный. Вот это прям дерево вообще очень светит. Где моя собака? Вот, подожди. Моя рыба такая шлядская. Ох, иглочек идёт. Ой, тё, тё. Всё, пошла я на работу. Денежку зарабатывать. Пока выдавал свободная минутка. Сижу, отвечаю на комментарии. И знаете, что заметила? В общем, иногда пишешь комментарии без знаков припинания. Припинания не потому, что ты дура или какая-то неучёная, а потому, что просто лень. Вот на клавиатуре там же, оно как на клавиатуре. Вот так всё, да, выглядит вот это вот запятые, вот эти вот. Ну, здесь поставишь, если знак припинания другой, вот вопрос. Всё, он вопрос. Это надо лезть, искать эту запятую, ставить её. Когда намного проще без запятых, без каких-то там точек, знаков вопроса. Ну, ведь правда же, а? Даже иногда такой напишешь, вот этот Т9 само же справляет. Потом читаешь, думаешь, блин, что я там написала? Не я, телефон. Поэтому, когда пишут иногда, ну, не у меня вообще, я читаю комментарии у других блогеров. Вот, типа, без знаков запятых, типа, ты дура, ты туда-сюда. Да просто лень их ставить эти запятые, лень нажимать на кнопочку. Если бы они сами автоматически ставили, было бы намного проще. Кстати, почему об этом не задумываются люди, которые всё это делают? Это им на заметку. Вот, какая у меня мысля пришла. Остальные вот так он всегда и сидит. И лежит, и дома, и на работе, и везде. Тебе удобно? Тебе удобно, моя рыба? Мы уже скоро домой пойдём. Точнее, в Лидл, я говорила, да, уже, за хлебушком. Да. И хотела в Киаби зайти. Муж вчера заказал, говорит, поедешь на скидки. Ну, он думает, что скидки-то круглогодично. Мне, говорит, джинсы нужны. Брюк навалом. Он говорит, мне теперь вот джинсы только я буду надевать. Подумаешь. Хотя брюк этих, страсть сколько? Ну, иногда он на него находит. Он либо только спортивные штаны носит, либо какие-то ещё. Либо вот сейчас на него нашло джинсы только. И ещё у него есть один свитер, который он не снимает. Вообще не снимает. Я его стираю, он быстро сохнет, и он опять его надевает. Я даже один раз, представляете, думаю, надоело уже в одном и том же ходить. Вот. И в машинку его не положила где-то, ну, недельку. Да, потом он говорит, а где мой свитер? Я говорю, в машинке. А почему так долго? Надо его постирать. Вот я не знаю. Он даже, знаете, меня говорит, иди мне такой же купи. Не было. А так бы я купила. Это пипец. Да, вот так вот. Не то, что мы девочки. Каждый день что-то новое, что-то. Сидишь и думаешь, что же надеть. Я, по крайней мере, ложусь в постельку и обдумываю свой гардероб. Времени у меня достаточно. Засыпаю я долго. Надо что-то обдумать, обсудить. Вот я обсуждаю, обдумываю свой гардероб. Что бы мне не за завтра надеть? Куда-то я пойду, будет ли народа много, увидит ли меня много людей. Да, вот так вот. А тут один свитер. Целую зиму. Постирал, опять надел. Постирал, опять надел. Зашибись. В общем, я в Лиделе. Здесь вот эти опять цветы продают. По 2 евро, вот такие. Я думаю, что я одну хапну, потому что они пахнут нереально. А это вот какие-то другие, я не знаю какие. В общем, сиреневые и розовые есть. Розовый. А, это что, ландыши, что ли, друзья? Или что это? Слушайте, это что, ландыши, что ли? Или что? Я прям, знаете вы это, даже не знаю. Обалдеть. Ландыши, ландыши. Слушайте, можете взять за 2 евро, а? В ведре вот в таком. Прикольно. Возьму 2 евро. Так много разных. Подождите, а вот это что такое? А это крокус какой-то. Очень много разных вот таких цветочков. Но вот эти я возьму, потому что прям очень не сильно на ландыши напоминает. Я сегодня ни сумку не взяла, ни ведро. То есть, но всегда в Лиддл много всяких цветов привозят. Орхидеи, и всё. Но я приехала за хлебом. Друга занята. Тележку взять. Пойду тележку. Также сегодня привезли много разной одежды. Вот такие. Штаны. Там кардиганы за 10 евро. Маечки. Футболочки. Такое платье джинсовое. 12-13 евро стоит. А это вот рубашка что? 8 евро рубашка. Смотрите, какая симпатичная. Ничего. Даже ничего. 44 размер. 8 евро. Качество неплохое. Так смотрится. Симпатично. Ну всё вот такое. Кстати, зубную щётку я покупала свою вот здесь. В Лиддале. Такая. И у мужа у меня есть вот такие штуки. У неё чёрная. И вот мне кажется... У меня ещё там много, конечно, щёток есть. Вот стою, думаю, купить вот эти. Потому что я их часто меняю. 6 евро стоит. Вообще, пока хожу, думаю. Кроссовки разные. Смотрите, какие. Это для походов. 16 евро. И одежда для походов. Трекинг. Зонтики вот эти вот. Смотрите, вот эти наобороточные, которые... Это обычные. А, это для двоих такие огромные зонты. Вот этот. Много всего. Одеяла. Ёршики. Все вот там копаются в одежде. Копаются, ищут что-то. Мне нужны мчоусы. Краны. Кстати, недорогие. Смотрите, за 22 евро. Разные вот здесь до 40 есть. Нижнее белье. Люфчики. Ну, это больше домашние такие. Симпатичные. Труселя. Кстати, хлопчатобумажные. Мне такие нравятся. Я не люблю синтетическое белье. Очень даже симпатичные. По 6 евро, там двоих. А это, это, смотрите, как это называется. Скороварка. Чем я пойду анчоус искать. Конечно, можно залезть в гугл, почитать все дела. Но вот, может быть, вы знаете. Гималайская соль розовая. Что, она полезная, что ли? Я не пойму. Потому что, куда не зайдешь, каким блогерам они все пользуются этой солью. Я не понимаю. В чем разница? В общем, да. Наверное, это не для... Не для таких умов, как у меня. Это, это эти, оливки, черные оливки. Зеленые оливки, это зеленые оливки, а черные, когда поспеют зеленые, получаются черные. Я почему-то раньше думала, что оливки бывают черные и бывают зеленые. Нет, зеленые оливки, это те оливки, черные оливки, это которые поспели. Ну, как зеленые яблоки, потом они поспевают и становятся красными. Как-то так. В общем, всякие вкусняшки. В Лидоле очень много всего привозят. Каких-нибудь таких, знаете, не американских, а, как сказать, какие-то вот продукты, которые вот у нас не везде продаются. Новые. А я все, что новое, я очень люблю. Вот, например, горчица с медом и ананасом. Ну, надо же, а! Для чего ее используют? Ой, а вот мед и укроп. Прикиньте. И что, с чем это все едят? Звучит. Звучит вкусно. Вот это вот, вот эти, вот эти, вот эти, вот такая вкусняшка. Там четыре штуки. Я в понедельник, по-моему, брала. О, смотрите. Коробка с чаем. 24 чая. А что, почем? Сною 350. Недорого, в принципе. Ну-ка, посмотрим, что тут за чай. Инфусион. Так. Много всяких. Угу. 350, может, взять, попробовать, а? Давайте возьмем попробовать. Я люблю все чаи пробовать. Блин, зашла за хлеб. Твою мать, чуть не сломала. Да не, чуть, а сломала. Блин. Ладно. Все, иду на выход. А, нет, анчоусы нужны. Что-то я не пойму, где они. Анчоусы, вы где? У-у-у. Чарли на посту. Смотрите, какая у меня машина грязная. Дима, я сладкая рыбка. Ты не посту? Я вам говорила, что вчера, или когда там был дождь такой грязный. И вот такая машина у меня. Чистая, надо помыть. Воскресенье, может быть. В общем, не нашла я в Киабе ничего. Вы, Лидали, вот что купила. Сейчас. Слази, слази. Вот такие взяла вареники ленивые, картофельные. Сейчас сварю. С вот этим соусом грибным. Все, что касается грибов, обожаю. Поэтому вот это на завтрак взяла лавашики. Чай вот этот будем пробовать. Здесь много разных. Ну, это хлеб на тост. И там у меня цветочки. Слази, поехали домой. Баха. Мой венчик. Нет, сегодня нет чучей. Привык, каждый день ему чучей даю. Когда прихожу с покупок. Вот такое меню у меня будет. Сейчас вот эти вот гночек сварю. Вареники. Веники-беники. Всего минуту, представляете? И вот такие лососевые котлетки поджарю или на гриле. Наверное, на гриле, да? У меня как раз там стоит. Я утром делала себе завтрак. Вот. И поставлю так же варить бульон. Потому что, смотрите, как нут разошелся. И вот такие у меня планы. И разобрать посуду. Посуду что-то уйма. Уйма. И вкусный чай попробовать какой-нибудь. В общем, да. Достаю кастрюлю. Там всего минуту. Значит, ставлю нагреваться гриль. Мой обед готов. Здесь авокадо и помидорки черри. Надо же их есть-то. И вот эти гночи с соусом, котлетки и чай. Заварила какой-то классический. Но нифига не классический. Потому что там... Это, которое я не люблю. Канело. В общем, канело, имбирь, кардамон. Я не люблю гвоздика. В общем, вся фигня, которую я не люблю. Пахнет, конечно, не очень. На вкус не очень. Корица. В общем, все, что я не люблю, в одном пакетике. Ну, надо же, а! У меня тут уже суп варится. Запах идет нереальный на весь дом. Это просто что-то с чем-то. Не знаю, мне кажется, он уже сварился. Там два часа варится. Но посмотрю. Пусть еще нут варится. Поставим время немножечко. Хотя бы полчасика. Я достала уже морковку, лук. Я все это перетру этим блендером. Вот. И потом обратно положу. Пойду вещи сниму. И пошла я. Бежит, бежит. Бежит. Как слышу, что я куда-то поднимаюсь и бежит. Как это без меня? Как это без меня, да? Ты чего это без меня? Какая моя радость. В процессе вынула все мясо, процедила бульон и добавила туда фасоль. Вы знаете, вот я уже много раз говорила в Испании, чем белее бульон, тем он вкуснее считается. Это действительно так. В общем, ставлю варить фасоль. Сейчас туда вот это вот все разблендерю и тоже туда. Нут там плавает. Это специальная сетка, кстати. Не думайте, что какой-то носок закинула в бульон. Это специальная сетка вот именно для нута. Можно также варить в нем. В общем, чтобы в супе ничего там лишнего не было. Потому что я в таком бульоне всегда варю нут. А потом просто его ем как гарнир или еще что-то. Он долго варится и берет весь вкус вот этого бульона. В общем, очень вкусно. Всем советую. Бульон готовится очень долго. Поэтому нут в самый раз. Сейчас я буду резать фенхель и тоже его туда бабахну. Вы знаете, я сразу думаю, что фенхель варится как укроп. В конце кинул его и все. Фенхель вот такой варится очень долго. Поэтому его нужно закидывать вместе с фасолью. Сейчас порежу. И потом, когда фасоль уже такая будет полуготовая, закину картофелину. Боже, какой запах стоит. Офигеть. Это так вкусно пахнет. Вообще. Вообще. И отправляем туда. И пусть кай варится. Ну, это вообще длительный процесс. Еще, наверное, часа два-полтора будет вариться. Очень вкусно. Ммм, какой запах. Вот такой суп получился. Кстати, муж зашел, говорит, чем так пахнет вкусно. Картошка должна быть крупно. Он еще настоится. Вообще, он должен быть намного гуще, но мы любим с бульончиком. Поэтому мы завтра у нас вот такой. Я добавила горсть риса. Вот, за 20 минут до готовности нут немного добавила. Вот. Морковочку. Вот так решила порезать кольцами. Вот. Пахнет просто нереально вкусно. Так что завтра будем лопать. Вот на такой ноте буду с вами прощаться до завтра. Не хочу себя показывать. Встретимся с вами завтра. Всего самого на лучшего. Пахнет.